Время новостей на телеканале ПС. Расскажем самую актуальную информацию к этому часу. С вами Вадим Федосеев. Здравствуйте. 150 заявок поступило от молодых активных жителей региона на участие в 9-м молодежном образовательном форуме «Команда-29». Он пройдет в начале августа в Ванежском районе. Прием заявок пока продолжается. Принять участие в форуме могут молодые люди от 18 до 30 лет. Подать заявку нужно до 10 июля на сайте Росмолодежи. Затем заполнить анкету и пройти онлайн-собеседование. Форум пройдет с 11 по 16 августа на базе детского оздоровительного лагеря под Анегой. Работа участников в «Команде-29» будет построена по принципу кейсов. Это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Всего кейсов будет 12. Так командам предстоит разработать стратегию инновационного развития региона, предложить модель создания и коммерциализации новых продуктов на основе биоресурсов области, разобраться с проблемой городских парковок, предложить инструменты и каналы продвижения государственных услуг. Традиционно будет подготовлена и большая культурная программа. Все расходы по питанию и проживанию форумчам берет на себя молодежный центр. Участникам или муниципалитетам, направивших их, останется лишь оплатить дорогу до Анеги и обратно. Молодежь Новодвинска активно включилась во всероссийский проект «Дом со звездой». Активисты обещают, на доме каждого из 19 ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной скоро будет сиять красная звезда. Отметить дома, где живут ветераны, прошедшие Великую Отечественную войну, предложил заместитель руководителя движения «Молодежь Новодвинска» Евгений Глебов. При финансовой поддержке Архангельского ЦБК и партии «Единая Россия» эта инициатива воплотилась в жизнь. Синие глянцевые таблички с красными звездами и именами героев изготовлены и уже отправились по своим адресам. На каждой из этих домов они закрепляются надежно и надолго. Развесим, наверное, их в течение всего лета. До сентября, я думаю, успеем. То есть своими силами. Таблички изготовлены из пластика, поэтому им не страшна любая непогода. Соседи ветеранов, жители города, проходящие мимо, поддержали в таком благом деле инициативную молодежь. Молодцы! Что хорошо, то хорошо. Мы только будем хвалить. Отличная идея. Все равно город должен знать, это правильно, должно быть правильно. На кого-то нужны люди, молодежи, надо равняться на кого-то. Я считаю, что хорошо. Теперь, проходя мимо дома со звездой, каждый житель будет с благодарностью и уважением читать имя ветерана и вспоминать своих родных, которые были свидетелями и участниками той страшной войны. В Архангельске продолжаются дорожные ремонты. В этом сезоне большое внимание будет уделено дворовым проездам. Планируется привести в порядок 53 двора областного центра. На это предусмотрено 60 миллионов рублей. Ремонт дворов будут вести картами. Это разновидность ямочного ремонта, который вовсю практикуется в этом сезоне в областном центре. На дороге, которую чинят таким способом, предусмотрена гарантия – три года. На данный момент уже отремонтированы проезд Приорова, улица Павлаусова, перекресток Нагорной и Гайдара и еще ряд дорожных объектов. Сейчас на очереди участок улицы Воскресенской за музеем ИЗО и часть улицы Стрелковой. На улице Воскресенской, участок 210 квадратов, произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, поднятие колодцев, три штуки. И сейчас вот на данный момент идет устройство выравнивающего слоя, затем будет положен верхний слой 5 сантиметров толщины. Благоустройство дворовых проездов завершится до конца июля. А в августе, благодаря поступлению из областной казны 152 миллионов рублей, начнется текущий ремонт 11 наиболее убитых участков дорог Архангельска. В Котловском районе поселка Черемужский сотрудники лесничества МЧС и чиновники совершили подомовой обход. Цель – напомнить дачникам и частным домовладельцам о мерах противопожарной безопасности. Я представитель органов местного самоуправления Котловского, администрации Котловского района. Если что-то нужно, будет улучшать… Коряжемец Василий Зосимович только зимует в городе. Все остальное время проводит здесь, в Черемухе. Единственный пожарный водоем на улице Северная находится прямо за оградой участка Башановых. Без хозяина и должного присмотра он быстро зарастет траву, обеспокоен мужчина. Вот здесь вот сугры, лес. Раньше, значит, вода здесь была, как речка шла, а газовики, трубопровод пробрасывали, и там что-то нарушили, и воды не стало. На случай пожара что делаем? Куда звоним? 0, 0, 1, 112. Пожары в быту характерны для южной части Архангельской области, поэтому главная цель поддомовых обходов – напомнить жителям о правилах пожарной безопасности. До автоматизма отработать алгоритм действий при обнаружении возгорания. Инструктаж плюс памятки, которые они оставляют людям, значит, они имеют очень положительный эффект в том плане, что люди задумываются над тем, чтобы не допустить пожар, либо его не распространить, но и не нанести ущерб и себе, и соседям. С 1 марта этого года в России вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Касаются они тех дачников, чьи участки граничат с лесом. Собственникам участков земли, которые примыкают непосредственно к лесным насаждениям, обязаны проводить противопожарную работу. То есть убирать сухие пожневные остатки, скашивать траву или проводить минерализованную полосу. И это не чрезмерная предосторожность, а норма, особенно если учесть, что в прошлом году в различных садоводческих товариществах области произошло почти 130 пожаров, некоторые с летальным исходом. Что касается поселка Черемушский Котловского района, то здесь за последние годы ситуация изменилась. После того, как стали проводиться профилактические акции, число бытовых и лесных пожаров уменьшилось в разы. Сегодня в 19 часов на канале ТВ-центра смотрите второй выпуск нового телепроекта «Городская среда». На разговор в прямом эфире придет специалист администрации, отвечающий за порядок в городском хозяйстве. Кто отвечает за несвоевременную очистку уличных урн? Можно ли побороть несанкционированные свалки? Почему претензии жильцов к уборке их дворов не материализуются в конкретные действия? Ответы на эти и другие вопросы ищем вместе в программе «Городская среда». Включайте канал ТВ-центр 5 июля в 19 часов. Гость в прямом эфире Никита Кривонкин, директор департамента городского хозяйства. А в Кунышском районе деревни Кремлева жители занимаются работой над историческими ошибками. Восстанавливают церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Екатерина Михайлова проводит экскурсию по местам своей комсомольской юности. В здании церкви Рождества Пресвятой Богородицы 35 лет назад размещался Дом культуры. Молодежь принимала активное участие в благоустройстве клубного пространства. И даже организовала на втором этаже разоренного храма место для увеселительных посиделок. Здесь комсомольцы решили сделать бар. Мы делали. И надо было привести такой вид, чтобы подкрасить там цивильно. Печку там сложили. И вот мы вечером отколупывали эту краску, ну, чтобы покрыть новым слоем. А на утро пришли, и вот эта вот икона, которая вот здесь вот у нас, лица проявились. Вот они вот просто сами по себе. Вечером не было. Вот все помнят, что вечером ничего не было. Пятиглавая каменная церковь Рождества Богородицы была построена в 1868 году на народные деньги. В 1932 закрыта. С 2007 ее возвращают к жизни активисты Тоса Кремлевский, в их числе и бывшая комсомолка Екатерина Михайлова. Пока идут противоаварийные работы. Полностью перекрыта крыша, заменен пол, установлены окна. На эти цели использовали частные пожертвования и средства грантов. По примерным подсчетам около 5 миллионов рублей. К реставрационным работам смогут приступить только после того, как этот объект культурного наследия будет официально внесен в реестр федерального имущества. Тогда и средства на восстановление стеной росписи и иконостаса найдутся, уверены кремлевцы. А вот здесь вот у нас проявился Архангел Михаил. То есть все, что было расписано, в принципе, при желании можно восстановить. Потому что все это проявляется и все это видно. Видите, Архангел Михаил. И уже его четко видно, ясно видно. И как в других церквях он расписан, так он и у нас проявляется. Вопрос определения правового статуса памятника находится на контроле у губернатора Архангельской области. Игорь Орлов обещал помочь в восстановлении собственника. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Информационные итоги дня подведем сегодня в 19.30 на канале ТВ-центр, сразу после проекта «Городская среда». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»